Аудиоинтерфейс от Luit. Да, это действительно первый опыт зеленых в создании аудиоинтерфейсов. Напомню, что до этого они занимались микрофонами, их микрофоны мы любим всем сердцем. Но что же у нас с внешними звуковыми картами? Будет очень интересно посмотреть, а также послушать, потому что сам аудиоинтерфейс достаточно интересный. Речь пойдет о Luit Connect 6 USB. На канале давай запишем, где я вас приветствую. И напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Кстати, у нас в комментариях уже два раза точно были споры на тему того, стоит ли эти устройства называть внешними звуковыми картами или все-таки внешние аудиоинтерфейсы. Вот вы как считаете? Многие просто пишут, что это не звуковая карта. Звуковая карта это вот то, что в PCI разъем вставляется, а это уже внешний аудиоинтерфейс. Интересная точка зрения. Что мы с вами видим сегодня у нас на обзорном столе? Я бы хотел сказать, что это карта формата 2 на, допустим, 2, как я это обычно делаю. Но здесь все с этим очень сложно, потому что имеется достаточно развитая маршрутизация, и каналов на вход достаточно большое количество. И предлагаю с них и начать, а попутно перейти уже к каналам на выход и к управлению. Итак, первые два канала имеют комбинированные разъемы. Это каналы оборудованы микрофонными предусилителями. Стоит отметить отдельно, это 72 децибела усиления. Достаточно внушительная цифра, которая без проблем раскачает любой современный динамический микрофон. Даже самый тихий у вас не потребует дополнительного предусилителя или микрофонного активатора, по крайней мере. Это здорово. Помимо всего прочего, в эти входы мы можем подключить линейный источник, и также сюда мы можем подключить инструмент прямо в линию, потому что и первый, и второй канал у нас могут работать в инструментальном режиме. Если идти далее, то тут есть вспомогательный AUX. Это дополнительный разъем для подключения какого-то устройства через маленький стерео джек. Например, можно подключить смартфон и давать с него фоновую музыку, хотя для смартфона есть отдельный цифровой вход, и до него мы тоже доберемся. Можно сюда подключить просто плеер, поставить там на постоянное повторение какую-то длинную музыкальную композицию, и с помощью контрольной панели, с помощью виртуального микшера вот этот самый канал с музыкой выводить или уводить тогда, когда вам, ну, например, на стриме нужна музыка, потому что этот аудиоинтерфейс позиционируется не только для музыкантов, вокалистов, гитаристов, для людей, которые записывают музыку дома или где-то в дороге, но и для стримеров. То есть такое что-то геймерское и при этом музыкальное. Люд пытаются усидеть на двух стульях сразу, и опять же, ближе к концу ролика мы с вами более точно поймем, удалось ли им это сделать. На корпусе мы можем заметить с вами сразу три Type-C разъема. Один из них отмечен как mobile, то есть он создан для подключения мобильных телефонов, это такой цифровой вход. Подключаем телефон, пускаем с него, допустим, какую-то музыку или дозвонившегося к нам в эфир человека, он будет приходить на отдельный канал, и уже в микшере мы можем его как-то варьировать, делать погромче, потише и так далее. Да, интересно, что в инструкции также указано, что к этому дополнительному Type-C разъема можно подключить и дополнительный компьютер. Это достаточно популярная фишка в последнее время. Многие производители уже стараются так делать, когда вы во время стрима используете два компьютера, у вас есть компьютер отдельно для игрушки, отдельный компьютер, с которого идёт поток, и, соответственно, аудиоинтерфейс по цифре, а не по аналогу, как это делается обычно, может подключиться как к одному компьютеру, так и ко второму, что очень удобно. Мы пробовали это сделать, у нас, к сожалению, не получилось. Возможно, стоит подождать обновление, и тогда всё точно заработает. Последующие два USB-разъема, один из которых у нас прямо сейчас занят проводом, потому что весь сегодняшний ролик это один большой тест, мы пишем петличку, используя этот аудиоинтерфейс. Второй разъем, который занят у нас сейчас, будет использоваться для подключения к компьютеру и для питания дополнительного по USB. Так вот, второй разъем будет использоваться, если мы не получаем необходимое питание по USB-шине. Когда это может происходить? Если мы работаем с вами с мобильными устройствами, потому что здесь заявлена поддержка как Windows и Mac, так и различных мобильных устройств. Это касается и Android, это касается и iOS-устройств. Так вот, дополнительное питание мы можем получать по этому самому дополнительному разъему, который также у нас выведен на корпус. Разберемся со всеми разъемами на выход. Это тоже очень интересно, потому что помимо стереомастера стандартного здесь есть и дублирующий разъем на маленьком джеке для подключения, ну, например, небольшой Hi-Fi системы или для, допустим, какой-то записи на рекордер. В общем, тут лишь ваше воображение является стопором. Я лишь скажу, что это здорово, что здесь есть аж две пары разъемов, которые можно использовать в своей работе. Если взглянуть на устройство сверху, то мы видим достаточно большое количество индикаций. Мне нравится, что очень много секций у индикатора уровня. И этот самый индикатор уровня у нас работает как на вход, так и на каналы по выходу. Переключение происходит с помощью нажатия на этот регулятор. Он не только настраивает усиление, но и переключается между различными каналами, как мы здесь с вами видим. Также с помощью этого самого регулятора мы можем настраивать не только мастер, но и звук, который у нас пойдет в наушники. Если мы посмотрим спереди на устройство, увидим сразу два разъема. Один на маленьком стерео джеке, второй на большом стерео джеке. Я забегу немножко вперед и даже скажу, что и на этот разъем мы можем с вами посылать совершенно раздельные и независимые миксы. Что касается внешки, сразу скажу, что она на любителя. Ну, например, мне сразу же вспомнились стильно-модно-молодежные геймерские звуковые карты от Asus и не менее стильно-модно-молодежные геймерские вот эти, знаете, кожухи у игровых материнских плат. Что-то такое, конечно, да, на любителя. И если вы любите вот эту стримерскую эстетику, стримерского рабочего стола, то думаю, что вам подобное понравится. Но в любом случае, я думаю, стоит смотреть не то, что находится над капотом, нам все-таки больше интересна начинка, то, что находится под капотом. Прежде всего, это преобразователи. 24 бита на 96 килогерц в максимальном положении. Напомню, что мы стандартно введем запись в 48 килогерц на 24. Усиление микрофонное, как я уже сказал, 72 децибела вместе с уровнем технического шума в минус 133 децибела. Это просто невероятные цифры, которые удовлетворят даже самого требовательного стримера. Потому что именно стримерам в первую очередь нужен вот этот динамический диапазон и хорошее усиление для, опять же, динамического микрофона. Какая еще есть фишка у этого устройства? Это автоматическая настройка его обработки. И опять же, от автоматической настройки мы перейдем сразу же к обработке. Это DSP-обработка, то есть внутри этого аудиоинтерфейса имеется DSP-процессор. Что обеспечивают DSP-процессоры на борту? Главным образом нам интересны две особенности. Во-первых, вся обработка, которую мы будем получать с помощью DSP, происходит в реальном времени. Да, естественно, существует какая-то задержка, но она настолько ничтожна, что мы своим человеческим ухом ее даже не услышим. Это очень здорово, мы избегаем двоения, особенно когда мониторим себя в наушниках, нас ничего не сбивает и не отвлекает от работы. И второе достоинство, это, наверное, все-таки больше достоинство, если вы работаете с мобильными какими-то устройствами. Вся обработка не нагружает процессор вашего устройства, как это происходит обычно, а нагружает непосредственно DSP-процессоры, которые есть внутри этого аудиоинтерфейса. Если у вас слабенький телефон, если у вас слабенький процессор, возможно, вы с этим сталкивались, что когда идет какая-то обработка звука, нагружающая вычислительные мощности, мы начинаем слышать так или иначе артефакты. Так вот, DSP-процессором эта проблема решается максимально просто, и звук остается таким, каким мы его и хотим с вами слышать, ну, например, на стриме. Управление эффектами и в целом всем функционалам сегодняшнего аудиоинтерфейса находится в специальной контрольной панели, которая устанавливается вместе с ASIO драйвером с официального сайта. Контрольный центр имеет внешний вид виртуального микшера с присущим микшером-блоками. Отдельно настраиваются входные каналы, причем сделать это можно как вручную, задав необходимое усиление, включив фантомное питание, обрезной фильтр высоких частот и так далее. А можно воспользоваться мастером по автоматической настройке, отвечаем на несколько вопросов, говорим микрофон на протяжении нескольких секунд, ну, если требуется отстройка под ваш голос на стриме, к примеру, и получаем полностью подготовленную секцию предусилителя и далее все то, что касается эффектов, если вы, конечно, выбрали этот пункт. Дальше нам потребуется решить, будут ли использоваться DSP-эффекты совместно с выбранным каналом, который, кстати, также настраивается в зависимости от характеристик входного сигнала. В нашем арсенале оказываются экспандер, компрессор, а также эквалайзер. Где же gate, спросите вы? А я отвечу, экспандер и есть тот самый gate, почему-то обозванный здесь совершенно другим именем. Ну а что, и то, и то ведь динамическая обработка, не так ли? Область с фейдерами позволяет посылать каналы на одну из двух назначаемых шин. К примеру, основную шину мы можем использовать для звука на стриме, а вспомогательную под свой собственный мониторинг, получая в наушниках звук, отличный от микса на трансляции. Или по классике домашней студии микс А — отдать под работу громких мониторов, а микс Б — послать наушники, получив два изолированных звука под сведение и мониторинг во время записи. В общие миксы можно включать и вспомогательные каналы по входу. Окс стереовход, Type-C цифровой вход с телефоном, к примеру, а также любой из трёх программных стереоканалов. Да, это внутренние шины, которые появляются у нас прямо в системе, с помощью которых можно изолированно забрать звук с голосового чата, звука игры или выводить звук из цифровой рабочей станции для более развитой маршрутизации. Вдобавок к ним тут же можно найти функцию закольцовки, она же loopback, с помощью которой можно захватить любой звук из вашей системы, к примеру, для записи в цифровую рабочую станцию, опять же, или для трансляции слушателям в голосовом чате. Каналы на выход также имеют индивидуальные регулировки с индикациями, плюс каждому каналу можно задать либо свой микс, либо послать на него один из каналов напрямую, минуя собирательную шину. Если возвращаться к двум миксам, каждый имеет регулировку усиления и возможность обработки максимайзером для достижения оптимальной громкости ваших миксов. Ну, по сути, это такой компрессор на мастере. Это особенно актуально, кстати, во время трансляции и общения в голосовом чате. Весь наруленный прогресс, можно сохранить пресеты для быстрого восстановления всех настроек и в случае их изменения, опять же, прыгать между одним или другим пресетом. У нас на студии стало попрохладнее. Вы не думайте, что я это сделал специально для того, чтобы испортить звук. Я включил кондиционер для того, чтобы показать вам, как работают эффекты, которые мы сможем найти на борту. Итак, за кадром я уже автоматически с помощью контрольной панели отстроил как первый и второй канал под эти два микрофона. И сначала послушаем петличку. Вот, допустим, сейчас я включу гейт. И вот так петличка звучит с гейтом. Работает он, кстати, достаточно неплохо, учитывая, что это автоматическая подстройка. Ну и плюс можно как-то варьировать собственноручно. Я не стал этого делать просто ради чистоты эксперимента. Оставил именно тот результат, который нам дала автоматическая настройка. Включил компрессор. Давайте послушаем мой голос с компрессором. Звучит он следующим образом. Опять же, компрессор был настроен автоматически. Ну и небольшая эквализация. Так, без фанатизма. Немножечко прибрали низы. Немножечко добавили артикуляции. Ну, все по классике. И напомню, что так наш микрофон звучал без какой-либо обработки. Мы перешли на широкомембранник от Luit. Это чистый звук этого Luit. Мы пишем изолировано два канала. Моя петличка идет на свой собственный канал. Этот микрофон изолирован на второй канал. Так что у нас эти микрофоны по звуку никак не пересекаются. Давайте включим гейт и послушаем, как этот микрофон звучит с гейтом. Тут, на самом деле, в этом плане должно быть все попроще, потому что микрофон имеет узкую кардиоидную направленность. Ну, вернее, этот микрофон имеет несколько направленностей, но мы все записываем в кардиоиде. Тогда как петличка была в виде сфера. Добавил немножко компрессии. Добавил немножко эквализации. Что-то у нас решил немножко разогнаться наш кондиционер. Также без фанатизма сжали, чуть-чуть немножко проэквализировали. И, в принципе, это тот результат, который мы можем достать из этой контрольной панели. Вернусь на петличку и анонсирую тесты. Анонсируют тесты музыкальные, в которых мы послушаем работу этого аудиоэнтерфейса. И почему бы вместе с аудиоэнтерфейсом Льюитт нам не послушать и микрофон Льюитт, как думаете? Музыка. 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 Это был первый опыт Льюитт в постройке внешних аудиоэнтерфейсов. Напишите в комментариях, как вам? Я скажу, что в целом результат мне пришелся по душе. Да, имеются какие-то небольшие косячки, но, например, друзья, как можно было гейт назвать экспандером? Что-то это не совсем правильно, какое-то это неуважение к гейту. И мне еще показалось, что миксов как-то маловато. Здесь есть два назначаемых микса A и mix B. Я бы добавил побольше, ну штучки четыре, чтобы точно всем хватило. Что еще стоит отметить? Это усиление для наушников. Мы тестировали все на 32 омах, и лично мне показалось тиховато. Так что либо выбирайте наушники с малым сопротивлением, либо будьте готовы дополнительно приобрести себе в пользование усилитель для наушников. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом аудиоинтерфейсе. Не забудьте отблагодарить нас лайком, и не забудьте подписаться на канал, ведь это давай запишем. И здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. И штатно напоминаю, что за мной лично вы можете следить в моих соцсетях. Все ссылки прямо сейчас вы можете видеть у себя на экранах. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике! Не, подожди, подожди. Не, он должен работать. Все время прям это висит? Да. А, ну ладно. Это тест-тест. Окей. Гейт. Угу. Сейчас просто не разгоняется. Хорошо. Это здорово. Нет, еще разочек. Давай заново висит сегмент. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!